Посещение квеста в Петербурге закончилось уголовным делом. Шестилетний мальчик получил травму у позвоночника во время путешествия в страну хоббитов. Родители считают, что несчастный случай произошел из-за неисправного оборудования, а предприниматели свою вину отрицают. Роман Ашмухаметов разбирался в этой истории. Миша, как ты себя чувствуешь? Нормально. Об этом путешествии в Средиземье у шестилетнего Миши остались в буквальном смысле болезненные воспоминания. Во время прохождения квеста, по мотивам произведения Толкиена, он упал с лестницы высотой с человеческий рост. Задача была найти ступеньки и вставить в пазы. Мы их вставили, потом первым залез. И вот эта ступень, с которой он держался, она, собственно, вылетела у него из пазов. Вылетела из пазов, и он, соответственно, вот так и рухнул. Вот эта ступенька, с которой упал мальчик, в полутемной комнате. По словам мамы, сначала врачи зафиксировали уши, потом состояние Миши ухудшилось. Окончательный диагноз – компрессионный перелом позвоночника. Теперь никаких физических нагрузок. Нельзя заниматься любыми видами спорта, в том числе физкультурой, в школе в течение двух лет. В течение двух лет нельзя кататься на велосипеде, санках, ватрушках, коньках. Организаторы уверяли родителей, все абсолютно безопасно. За пять лет, что существует квест, его прошли около 30 тысяч человек. И все же, судя по официальному ответу, организаторы снимают с себя какую-либо ответственность. По правилам, которые подписывает клиент перед игрой в квест, ответственность за несовершеннолетних детей несут их родителей. И не только у нас, но и в любом другом учреждении, где они находятся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Делом также занимается прокуратура. Взяли, взяли. Два, три. Не безобидное развлечение. Прошлым летом оказывать помощь 11-летнему мальчику из Петербурга пришлось не только врачам, но и спасателям. Подросток упал с огромной высоты прямо в бетонный колодец. Квесты все чаще напоминают русскую рулетку. Где-то можно потерять полпальца из-за актера-палача, а где-то едва не сгореть из-за того, что случился пожар. Эксперты говорят, чтобы открыть такие аттракционы, никакие особые разрешения не нужны. Минимум документов и никаких проверок. Все на совести владельца. «По факту эти люди не являются спасателем. Точно так же в квест-руме, в каком-нибудь квесте, могут отсутствовать специалисты, которые реально разбираются в безопасности». Михаилу предстоит долгое восстановление, а его родители хотят добиться хотя бы извинений и сделать этот конкретный квест безопасным для других детей. Роман Ашмухаметов, Кирилл Сергеев, Наталья Ленкова. «Известия» специально для Пятого канала.